Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Главное, наверное, что играет роль в этом всем, что сформирован центр компетенции. То, о чем мы постоянно говорим, что если мы хотим профессионально заниматься созданием комфортной городской среды в конкретном регионе, в конкретных органах, в конкретных муниципалитетах, то, конечно, очень важно, чтобы этим занимались серьезные и компетентные люди. Башкортостан располагается на пятом месте среди регионов по объемам текущего строительства. В республике введено чуть более 3,5 миллионов квадратных метров. Это следует из отчета основных показателей жилищного строительства, подготовленного Госкорпорацией Дом РФ и Минстроем России. Банки продолжат реструктуризацию кредитов по собственным программам, несмотря на окончание приема заявлений на кредитные каникулы. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. Речь идет о заемщиках, в том числе ипотечных, и о представителях малого и среднего предпринимательства, льготы которым установлены законом 106 ФЗ. Также кредиторам предписано не применять в их отношении штрафные санкции за ненадлежащее исполнение обязательств. Информационные письма Банка России адресованы банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, в том числе сельскохозяйственным. И рекомендации распространяются на заявки, поступающие с 1 октября по 31 декабря текущего года. Кроме того, кредиторам предписывается рассматривать возможность предоставить послабление и тем клиентам, на которых требования закона 106 ФЗ не распространяются. По данным регулятора, в Башкортостане объем задолженности по договорам, по которым фактически предоставлены кредитные каникулы, составляет почти 3 миллиарда 500 миллионов рублей. Всего с начала апреля по 30 сентября текущего года в республике за кредитными каникулами обратились свыше 11 тысяч человек. В том числе более 2 тысяч ипотечных заемщиков. На сегодняшний день рассмотрены практически все заявления, половина из них одобрены. При этом по ипотеке доля положительных решений составляет более 61%. От субъектов МСП поступило свыше 2 тысяч обращений. Они также почти все рассмотрены, по 62% из них вынесено положительное решение. В Башкортостане введут штрафы для водителей автобусов за нерабочие терминалы. Изменения в региональное законодательство готовят депутаты Госсобрания Республики. В последнее время участились случаи, когда водители отказывают пассажирам в безналичной оплате, мотивируя это неработающим терминалом, отмечают парламентарии. Известны случаи, когда пассажиров, желающих оплатить проезд картой и не имеющих при себе наличных денег, высаживают из автобуса. Как считают разработчики изменений, сейчас перед перевозчиками есть обязательство принимать безналичную оплату, но нет ответственности за отказ делать это. Депутаты намерены внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предполагающие штрафы в отношении перевозчиков за неработающие в салоне общественного транспорта терминалы безналичной оплаты. У нас родилась законодательная инициатива, нацелена на то, что в случае, если терминал у перевозчика не работает, он обязан оказать услугу пассажиру бесплатно. Кроме этого, мы хотим ввести ответственность за неработающий терминал, который будет предусмотрен к Кодекс об административных правонарушениях Республики Башкортостан. Как отмечают парламентарии, новые нормы будут приняты уже в осеннюю сессию. В ноябре в Сибае после реконструкции откроют обновленное концертно-театральное объединение, известное как Сибайская филармония. В 2015 году здание сильно пострадало из-за пожара. На восстановление филармонии ушло 375 миллионов рублей. На эти деньги привели в порядок старые здания и построили новые, заменили инженерные сети, благоустроили прилегающую территорию. При этом строители постарались сохранить первозданный архитектурный облик филармонии. Здание концертно-театрального объединения требовало реконструкции. Здесь произведена реконструкция старого здания, построен новый корпус. И сейчас ведутся работы по фасаду, внутренние отделки здания и благоустроительные работы. На данный момент на объекте осуществляется монтаж лепных изделий. Кроме того, зрительный зал увеличен до 500 посадочных мест. Появились малый зал и дополнительные помещения для репетиций. 500 тысяч рублей получит команда победительница Кубка России по греко-римской борьбе на призы главы Республики Башкортостан. В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие и сам Радий Хабиров. Всего в соревнованиях принимают участие свыше 300 сильнейших борцов греко-римской борьбы в 10 весовых категориях из 34 субъектов Федерации. Финальный день турнира пройдет уже 11 октября. По словам президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, Кубок станет генеральной репетицией чемпионата мира. В рамках церемонии открытия Радий Хабиров также вручил новые автобусы для спортивных школ Башкортостана. Учеников будут готовить по региональной программе «Спортивная борьба в школы». Сегодня в регионе борцовские залы открылись в 46 учебных заведениях. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК ОФА.